Всем йоу, с вами Лёха и новый день, новое видео. Сегодня я собираюсь снять видео о городе Ла Плато, которое примерно в 60 километрах от Буэнос-Айреса находится. Это такой считается студенческий здесь город. Вот здесь картинки, он выглядит просто квадратно, его расчертили на бумаге. В принципе, все города, наверное, чертят на бумаге, но этот город отличается. Вы видите, я думаю, по изображению, разницу. Так вот, я сейчас туда попробую поехать. Я не знаю, получится ли у меня там что-то интересного поснимать сегодня, сегодня будний день, но я надеюсь, что получится и желаю вам приятного просмотра. Город Ла Плато. Потихоньку-потихоньку осень и зима забирают свое лето в Буэнос-Айресе, кончается, листья уже опадают, смотрите. Ох, как я помню, когда я сюда только приехал, я невероятно был поражен просто всей этой зеленью на улицах, вокруг. Это было очень красиво. Вот, а сейчас она уже вся опадает, конечно. Грустно, грустное зрелище. Особенно грустно знать и понимать, что здесь не будет зимы, здесь не будет снега. Если бы я понимал, что как в России, вот окей, вот это осень, все опадет, но потом все зальет, засыпет снегом, мне лично было бы прикольней. Но здесь не так, здесь снега не бывает, но тем не менее, хотя бы два времени года есть, не так, как в Таиланде, где вообще одно. Все время лет. Вариантов добраться из Буэнос-Айреса до Ла Платы не так уж и много. Это либо поезд, который ходит долго, редко и не очень удобный, но, насколько мне сказали, я не проверял. Либо автобусы. Автобусов несколько, в основном вот с таких больших станций, типа Ретиро, которая в микроцентре, либо вот эта станция, по-моему, она называется Конституцион. Вот, отсюда автобусы отходят до Ла Платы, ехать примерно час. Сколько стоит, не знаю, сейчас посмотрим. Да, можно еще, конечно же, на такси добраться. Такси стоит в районе 6000 песо, это где-то 1200-1300 рублей. Я думаю, что это намного дороже, чем автобус. Сейчас проверим. Проезд до Ла Платы стоит где-то 250 песо, 260, там что, примерно 50 рублей. Чуть побольше, чуть поменьше, плюс-минус. И это в 20 раз меньше, чем на такси. Автобусы немного отличаются, это междугородние автобусы, ехать все-таки далеко, поэтому час будем проводить здесь. Около часа у меня заняла поездка на автобусе сюда, никаких пробок. Здесь просто идеально прямая дорога, все эти 50 километров. И я оказался в Ла Плате. Здесь отдельное такси, не такое же, как в Буэнос-Айресе, например. Здесь, что мне нравится в Аргентине, это то, что в любой точке Аргентины, даже за 3000 километров, как в Ушуае, например, от Буэнос-Айреса, там можно оплатить транспорт по карте Субе. Это невероятно круто, это очень удобно. И сюда, также в Ла Плату, можно доехать по карте Субе. Как я говорил, 250 песо, примерно 260. А теперь отсюда я еду в самый центр, снова по карте Субе. Вот такие здесь замечательные точилы тоже ездят. Видимо, они на ходу. Она. Интересный и важный факт. Проезд здесь в Ла Плате стоит примерно так же, как в Буэнос-Айресе, может быть, ну, там немного дешевле, вместо 10 рублей 7. Смотрите, граффити на стенах. Видимо, это школа по количеству здесь детей. Не знаю, может быть, не школа, но что-то мне это напоминает. А напоминает мне это, ну, например, Чили, в котором просто весь центр был изрисован в граффити. А здесь такой вот кафедральный собор в Ла Плате, главный в Ла Плате. Монументальное, конечно, сооружение. Очень красиво. Не знаю, как называется стиль. Но что я заметил сейчас в автобусе, и глядя из автобуса, из окна, много очень студентов. Или детей, там, школьников, я не знаю, кто они. Здесь вот тоже, например, сидят, типа, рядом с собором много чуваков, девушек очень молодого возраста, наверное, студенты, наверное. Да. Алек, алек, алек. Да, это метод. Инглиш? Инглиш? Русский. Сп voleмя. Сп voleмя? Сп voleмя, только. Что, тут ружья? Русский, да. Русский? Да, я русский. А, что ты работаешь в видео? Для ютуба. Для ютуба? Я не могу. Мы можем разъявиться? Да. Как ты называешь? А? Как ты называешь? Да, ты тут у нас для видео. Да, да. Аллоха. Ага, нормально, amigo. Мы из Аргентины. Аргентина? Аргентина, это. Как ты? Это я. Это я. Это я. Окей, спасибо. Пока. Вот чуваки просто подписались. Плюс несколько подписчиков, я надеюсь. Вообще, меня должна здесь встретить моя спутница на сегодняшний день по имени Памела. Я не знаю, захочет ли она вообще сниматься. Я ее вообще не знаю. Я ее ни разу не видел. Но она мне обещала тур по Ла Плате. Поэтому, вау, смотрите, какой собор. Поэтому сейчас мы где-то с ней здесь пересечемся и может быть она мне действительно проведет тур. вау. Смотрите, какой офигенный просто кафедральный собор. Очень красиво. Это, видимо, готический стиль. Из этой готик стайл? Да. Готик стайл? Это Памела. Она мне обещала сегодня тур по Ла Плате. I said that you promised me a tour в Ла Плате. Вау, круто. Надеюсь, что покажет что-нибудь интересное. Но собор очень красивый. Вау. Вы приходите сюда, чтобы прожить на сунду? Эммм... Не я, но люди приходят сюда и прожить. Окей, окей. Вау. Посмотрите. Да. Так, вы знаете что-нибудь блогер? Да. Такое. Но вы живете как блогер. Привет! Окей. Знаешь какие-то факты о этой кафедроле? Например, что-нибудь очень интересное? Очень интересное. Окей, чтобы построить этот город в этом месте люди должны построить другую город близко к нему чтобы приготовить блоки. И только для этого. Вы имеете в виду квадры? Нет. Или какие блоки? А, вот эти блоки? Да. Окей. Такое. Как летит эта кафедра? Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Окей. это не так как Бунос Айрес. Это не структурально. Но здесь это планировано. Да, да. Скорки, скорки, скорки. Это как кто-то взял на бумаге и все эти линии. Скорки, как летит Лаплата? Я думаю, 140 лет. Вау, реально? Это много? Да. Очень много. Окей. Вот такой вот прекрасный кафедральный собор. Она сказала, что Лаплате 140 лет примерно. И ее просто взяли на бумаге расчертили, разрисовали и получилась такая структурированная очень местность, город. Ладно, пожалуй, хватит мучить девочку никому неинтересными датами, сколько лет какому городу и вопросами о разных фактах. Вряд ли она к этому готовилась. Нет, ну мне это правда интересно, но я знаю, что многим абсолютно нет. Поэтому давайте уже посмотрим, что тут еще есть в Лаплате. Город-то хоть и небольшой, но и не маленький. Смотрите, просто похож очень на Кёльнский собор, но этот красный, кирпичный, а тот не красный, не кирпичный. I have seen only one, one cathedral like this in Indonesia. Ah, no, it was Vietnam. Vietnam. In this, in this style. And I was very surprised because there are Buddhist, right? And What? Buddhism. Ah, Buddhism. Buddhism. What did you think? Booties. Okay. Like booties. So, you know, I have seen a lot of people who were looking like students, a lot of people, a lot of people. here, in La Plata, we have a lot of universities, so a lot of people, young people, students, come to stay quiet city, family, really and really small. Вот такие вот просто пейзажи прекрасные, деревья, прикиньте, насколько они были зелеными в летний период. я просто обожаю такие вот деревья зеленые, и сейчас, к сожалению, осень, но тем не менее, я думаю, было прикольно. It was very green, yeah, during the summer. Yes. I like, I like green so much. I was very surprised when I came to Belgrano in Buenos Aires. It was a lot of trees, a lot of green, a lot of leaves, you know. It's amazing. In Microcentro no trees at all. No. Pamela сказала, что оказывается там наверху есть лифт и можно подняться туда сейчас наверх. Я говорю, так погнали, о чем мы, что ты молчала. Мы идем наверх. To the top, yes? Yes. You know everything, right? Yes. Okay, gracias. Короче, для не местных стоит билет 850 peso, для местных 550 peso. So, what is it? So, this is the museum. Okay. It's about how they build like little heads the rice. Если вы знаете, пишите в комментах, почему здесь так много вот черепов, лиц и так далее. Сейчас мы поднимаемся наверх. На самый, наверное, вверх. Как говорится, топ-топ, но не топ. Ведончик на La Plata. Такой вот приятный. Это не ваш любимый место, чтобы пикнику или что-то? Да, у меня есть парк, рядом с моим домом. Такой вот. Окей. Спросил у Памелы, сколько здесь населения вообще в La Plata, и немного поставил ее, видимо, в затруднительное положение. Поставил немного ее в затруднительное положение, а она говорит, не знает, но надо проверить. Окей. Сейчас она проверяет, сколько населения. Это не очень важная вопрос, это просто интересно. Сейчас она проверит, скажет, сколько точно. 200 000. 200 000 населения. Ну, это нормально. Короче, я задал вопрос по поводу того, что происходит сейчас с песо, с долларом, потому что курс летит просто в жопу уже довольно давно, и интересно было бы послушать мнение. Вот. Your opinion. Why? Why is that happening? Ах, плохие решения из политики не... не... не хорошие люди. Они... Вы говорите, это коррупция? Коррупция, да. Да? Да. 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 Проблема Латинской Америки. Коррупция. 20 лет назад мы были большим проблем здесь, в Аргентине, потому что доллар был один один песо. Один песо, один доллар. Да. Один песо, один доллар. И тогда это была большая бобла. Если я живу здесь, не как турист, а как аргентинский, аргентинские люди, они позволят купить доллары по официальной цене? Да. 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 Но несколько лет назад было немного более ограничено, чтобы получить доллары. Немного больше? Да. ограничено, чтобы получить доллары. Если хотите, вы можете купить доллары по официальной цене, не по блуре. Да. Да, сейчас вы можете. Да. Если это возможно, почему люди покупают по официальной цене? Это cheap. После этого покупают по блуре, и получают деньги? Не знаю. не знаю. Вы не имеете такой идеи? Может, потому что они не хотят декларировать сколько долларов. Афип? Да. Я слышал, что Афип знает все, да? Да, конечно. Ну, короче, как обычно, проблемы в экономике, какие-то коррупции и все такое. Конкретных причин я так и не понимаю, почему же ПЕСА так падает. Вот, но круто, когда зарабатывают люди в долларах. You're lucky you get money in dollars here. I prefer. I like it. Эх, тоска черная. Черная тоска просто. Короче, зашли вот в такую кофейню, Rosara, называется, хорошие отзывы, и чувак случайно стал говорить на русском. Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, а здесь работает другой чувак русский, зовут Леха. Я такой, ой, я тоже Леха. и, короче, но Леха выходит только в пять вечера, я не знаю, буду ли я здесь до пяти вечера. Мой коллега меня снимает. Я не знаю, буду ли я здесь до пяти вечера, но я оставил ему контакты, может быть, познакомят Леха из Сочи. Леха из Питера. по-пятому. Эй. Решили мы сейчас погулять, а здесь еще вокруг. И ... Здесь много ... учеников. Из этой ... университи. onde? Укальп, Приятный городок, много молодых людей, я не видел еще бомжей. Я не видел здесь дома, нет. Нет, нет много дома. Как в ONCE? В Буэнос-Аде? Нет, нет. Но у нас есть 2-3, которые мы знаем. 2-3? А, ты знаешь? Да. Привет, чувак. Всем желаю сюда приехать, какое-то время провести. Например, на выходных или не на выходных. Знаешь, в России мы имеем небольшие версии названия. Примерно каждого названия. Например, мой имя Алексей. Вообще, официальный название. Алекс – это «вотнадцатый». Для русских я могу быть «Лёха», «Алёха», «Лёша», «Алёша». Если вы хотите сказать «притий», «Лёшенька», «Лёшенька». И это связано с каждым названием в России. И я знаю, что в других странах обычно не так. У вас есть какие-то короткие версии названия? Как твои любимые друзья называют тебя? Или твои родители? Или твои родители? Или… Паме. Паме? Паме. Паме – это полный название? Паме – это испанец. И в португейшке? Памела. Памела. И в английском? Да. Памела. И в английском? Памела. 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 Ставьте лайк, если для вас Памела и Памела – большая разница. Для моего языка не очень большая разница. Памела? Памела. Памела. Аликс. 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 Смотрите, такси здесь в Лаплоте. Просто противоположность Буэнос-Айресовскому, потому что Буэнос-Айресы черные, здесь белые. Там желтые полосы, здесь зеленые. Памела. Памела. Скажи мне, что это самый сложный язык в испанском? Много сложный язык в испанском? Да, я попробую его назвать. Калофриос. Калофриос? Эс-калофриос. Эс-калофриос. Эс-калофриос? Это легко. Эс-калофриос. Что это калофриос? Полос. А, получается Каледоскопия. Калейдоскопия. А, Калейдоскопした. Калейдоскопия. Калейдоскопия. realization. Я знаю, что это калейдоскопия. Это такое, что это происходит. Но в русском это Калейдоскоп. Вот. Вы глядите на это сами. Ну, такое вот прикольное место, в принципе. В Ла Плате вот такая вот очередь просто стоит за Western Union, просто чтобы получить или отправить деньги. Почему такая очередь? Почему это такое другое время? Я не знаю, может, люди должны отправить деньги или получить деньги из этого места. Ну, что еще делать, да? Либо отправить, либо получить деньги. Правильный ответ. Смотрите, какая красивая здесь аллея, или как это, велодорожка. Просто вот так можно кататься на велосипеде. Оттуда, туда, оттуда, туда. Зелень, листья, кайф. Это прогулочная улица, видимо, которая сейчас, да, не так много листьев здесь, но я думаю, летом здесь просто офигенно. Это просто балдеж. Абсолютно. Наверное, настало время поделиться первыми впечатлениями о Ла Плате. Хочу сказать, что очень милый городок, приятный. Вот птицы со мной согласны. Смотрите, какой-то дворец муниципалитета, типа местная управа. И перед ней газон, можно посидеть. Очень белое здание, красивое. Я не знаю, опять же, как стиль называется, викторианский, не викторианский. Но, блин, прикольно. Мне нравится. Вот здесь в Ла Плате, смотрите, есть свой собственный обелиск, как в Буэнос-Айресе. И вот это прикольное здание мне нравится очень. Особенно добавляет уюта вот эти вот деревья. Здесь вот есть Баксар Меркадо. Такой фудкорт, я так понимаю. Вау, как красиво. О, what are your favorite flowers? My favorite flowers? I don't know. I like this. What is it? What is this? This is San Vicente. San Vicente. I don't know it. Okay, gracias. Looks very modern. Можно купить здесь стейки. Сколько стоят стейки? Ламита 2 500 примерно. Ну, знаете, в Буэнос-Айресе есть рынок. Я не помню, как в Сан-Тельмо, по-моему, рынок такой. Там тоже фудкорт, но там не так прикольно было. Там такое более какое-то местечковое место, хотя очень известный туристический рынок. А здесь вот пицца. Hola. Это пицца, да? Пицца, да. Окей. Пицца фрита. Пицца фрита. Вот это пицца фрита. Первый раз вижу пицца фрита. О, там, смотрите, там есть второй рядышек. Вот здесь вот такой дворик приятный. Смотрите, суши есть. О, вот здесь свежо, здесь приятно посидеть. Тако мексиканское. Как обычно, проблема на фудкорте, это выбрать, что же ты хочешь. Заказали пиццу такую, чисто перекусить. Маргарита. Это маргарита, да? Да, маргарита, да. Перфекто. Я думаю, что будет вкусно, выглядит прикольно. Вау, найс. Ну что, пробуем пиццу. Тим Джоб. Да, не блохаем. Ну что-то не хватает, конечно, я бы базилика побольше добавил, но в целом ничего. Что ты думаешь? Хорошо? Это хорошо и качественная. Это качественная пицца. Качественная пицца. Какая ваша точка? Сколько из 10? 9. 9? Что ты думаешь? Я говорю 8. Ну что, поели прекрасной пиццы, время уже 4 часа тем временем. Время летит просто беспощадно. И сейчас, может быть, еще куда-то пригуляемся. Памена, я хочу, чтобы ты показал мне что-то необычное место в Ла Плато. Не туристическое, что-то интересное, где локалисты идут. Или что-то необычное место в Ла Плато. А ты знаешь такое место? Да. Да, окей. Прозвучало не очень уверенно. Дай мне думать, я не знаю. Куча вот таких вот заведений, кафешек. До сих пор еще в это время года есть зелень, движуха. Прикольное место. Не знаю, я бы сюда еще бы приехал разок. Я не уверен, что я хочу здесь жить долго. Но, тем не менее, место прикольное. Ла Плато. Ла Плато, ставлю лайк. Прекрасный просто парк в центре практически Ла Плато. Ну, не в центре, но очень красивый. Смотрите, как выглядит. И что? Он закрыт. Он закрыт только для школьников. Типа, надо заранее зарегистрироваться, посетить. Почему я в парк не могу сходить? Почему? Почему я не могу туда? Не знаю. Может, они... А, окей, они... Фиксируют некоторые из этих мест. Это стоматологический факультет. И здесь вот такая социальная реклама, что нужно гнать изо рта бактерии щеткой, и чтобы зубы были здоровыми и сильными. Прекрасный забор. Красивый парк, но туда никак не зайти. И здесь рядом есть музей Ла Плато, куда я, в общем-то, сейчас, наверное, не пойду, чтобы на потом оставить. А есть еще планетарий. Вот мы смотрим. Есть ли что-то? Вы можете проверить. Где? Здесь. Мы можем идти. А, так они не имеют орарио? Нет. Орарио. Орарио. Да, это нормально, но... Мой акцент милый, видите? Статуя. Статуя. Хорни к кафедраль. Памела говорит, что есть легенда, миф, что этот город, Ла Плато, был построен масонами. Для чего не знаем, но она сказала, что там на площади, где вот кафедральный собор был, где мы встретились, там есть статуя с таким вот направлением, с таким жестом по направлению к церкви, потому что церковь и масоны, типа враги, ну или что-то в этом роде. Смотрите, здесь есть еще и такой вот парк, который, ну не сказать, что что-то прям вау, но прикольный. Такой вот вид красивый. Там можно посидеть, отдохнуть вечерком, что-нибудь выпить, пропустить, бокальчик, да? А здесь у нас тоже что-то есть. Например, водичка. Оля. Вау. Прикольно. Неожиданно очень приятный парк. Не огороженный, как многие парки в Буэнос-Айресе, а именно такой, как я люблю. Свободный, просторный и в то же время достаточно ухоженный. Ухоженный. Аутсайд Джимс. Вот такой вот театр есть здесь. Вот так вот занимаются здесь люди, просто на уличном пилатесе или йоге, или что-то таком, чем-то таком. Классный парк. И, честно говоря, мне вот этого не хватает в Буэнос-Айресе. Я уже сказал Памеле, что я обожаю кататься на велике. В Буэнос-Айресе, чтобы покататься на велике, тебе нужно... Ну, я не знаю, что нужно. Там есть какие-то дорожки, но ты едешь и дышишь выхлопными газами автобусов, машин. Это опасно. А здесь можно было бы покататься так на велике. Здесь, по кругу, там, сям. Машин не так много. Вот это мне нравится. Да. Ну, че, вот и подошла прогулка по Ла-Плате к концу. Сейчас я поеду домой. Извините. Сейчас я поеду домой. Сейчас я иду на автобус ехать в Буэнос-Айрес. Прекрасный просто день. Прекрасный город. Здесь, знаете, вот баланс, мне кажется, соблюден. Он достаточно большой, чтобы не быть скучным, но он достаточно небольшой, чтобы не быть таким вот прям... Таким вот мегаполисом. Поэтому классный город. Я бы сюда еще вернулся. Если она меня пригласит, то, может быть, я вернусь. Но если не пригласит, тоже вернусь, скорее всего. Спасибо большое Памеле за этот день. Я говорю очень спасибо. Спасибо большое за этот день. За being together and being my guide. Private guide. Всем в Ла-Плату. Приезжайте в Ла-Плату. Классное место. Вон она ушла. А мне сейчас еще ехать до Буэнос-Айреса. Полтора часа минимум. Час плюс там еще как-то добираться. Прикольная, да, девчонка? Ставьте лайк, если прикольная. Поехали. Яс. Там с... Уп. Уп.